Ну что, привет, ребята, с вами Sawyer, и сегодня топ-5 программ, которые написаны на Python. Что вообще можно писать на этом замечательном языке? И, в общем-то, давайте сначала расскажу о категориях продуктов, которые на Python, как правило, пишут. Первый — это веб, это веб-фреймворков, достаточно много их. Дальше — это машин-леунинг и AI в целом, да, то есть это искусственный интеллект, и все, что с ним связано. Как ни странно, есть категория написания различных утилит, например, мониторинговых. Что это за программа, мы поговорим чуть далее. Ну и, конечно, графика и UI — вещи, которые реализованы в десктопном варианте, тоже встречаются, в принципе, и утилиты обработки графики. Таким образом, писать на Python можно практически весь спектр приложений, которые есть у нас на рынке сегодня. Я не особо нашел что-то низкоуровневое на Python, и это, пожалуй, одна из немногих категорий, которые не предназначены для решения с помощью языка Python. Но все, что высокоуровневое, все приложения, в том числе и с богатым графическим интерфейсом, даже, например, текстовый редактор, все это на Python можно писать. И сегодня это один из самых бурно развивающихся языков, который практически гарантирует вам возможность трудоустройства в разных областях. Поэтому как язык, который изучать, Python действительно того стоит, и на него стоит обратить внимание. Но давайте поговорим теперь о конкретно продуктах, которые создаются на этом языке. Что можно привести в пример? В категории веб-фреймворкам я выделил два продукта. Это фреймворк Django, 63 тысячи звезд на GitHub, между прочим, и Flask, чуть поменьше, где-то 58 тысяч звезд. Это основное, и веб на Python, это одна из основных категорий, на которые стоит ориентироваться. В ML в основном встречаются библиотеки. И, пожалуй, самый интересный продукт — это ноутбуки Jupiter. Это то, что используют аналитики в своей работе для подготовки отчетов и анализа данных. Интересная штука, которая написана на Python. Из библиотек можно выделить Pandas, NumPy и другие, которые являются частично написанными на C. Я не буду сейчас уточнять, какая из них. Но, как правило, в этой категории используются библиотеки C, которые через интерфейсы портируются в Python. Поэтому это не совсем честный Python. Тем не менее, для ML, для обработки и работы с искусственным интеллектом, интерфейс, который предоставляет Python, вполне себе подходит. И один только TensorFlow, чего стоит. Поэтому ML — это второе направление, которое в Python крайне-крайне востребовано. Остальные направления, они не так востребованы, но, тем не менее, присутствуют. Например, есть замечательное средство мониторинга Sentry, которое набирает на GitHub 30 тысяч звезд. И это значит, что это достаточно популярное приложение. Оно направлено на выявление ошибок и, в том числе, анализ логов и мониторинг систем. Это интересная вещь, и, возможно, я на нее буду делать обзор, потому что она меня заинтересовала. Дальше — это графика. Есть и UI различный, например, Kiwi. Есть и библиотеки для обработки графики, которые, опять же, портированы с использованием языка C. Но, тем не менее, OpenCV — это одно из, наверное, популярнейших решений, которые используются на Python. И да, здесь очень сложно провести параллель. Честно, это Python или все-таки это различные импорты. Но, тем не менее, это с позиции разработки вполне себе годные решения, которые можно использовать на практике, и Python разработчики ими пользуются. Почему нет? Ну и последнее из экзотического. Это хочется рассказать, что на Python пишут и компиляторы. Например, есть такой компилятор NUTCO, который набирает на GitHub 6000 звезд, и это достаточно много. То есть нет ограничений, ну, кроме низкоуровневого программирования, хотя, возможно, оно возможно, ну, просто не так распространено. Но во всех остальных направлениях — и десктопные приложения, и текстовые редакторы, и библиотеки, и веб-фреймворки, и искусственный интеллект — все это на Python недоступно. И, пожалуй, если мы говорим о бэкэнде, а Python — это все-таки бэкэнд, либо самостоятельное десктопное приложение, то Python — это один из сегодняшних лидеров, на которые стоит обратить внимание. Ну а на фронте понятно, что JavaScript и его производные по-прежнему остаются в лидерах. Надеюсь, вы чуть лучше узнали возможности Python с позиции того, что на нем реально пишут. И если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если есть какие-то интересные мысли по поводу того, что пишут на Python и как его можно использовать, пишите в комментариях. С вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.